МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Проходка». Меня зовут Алексей Устинов. Здравствуйте! В начале выпуска короткая строка о самых заметных событиях на производственных площадках компании «Уралкалийс». Федеральное агентство по недропользованию продлило срок действия лицензии, дающих право на разведку и добычу на действующих рудниках компании. Напомню, «Уралкалий» владеет лицензиями на 7 участков Верхнекамского месторождения. Действия лицензии на Усьявинский и Половодовский участки заканчиваются в 2024 и 2028 году. Срок действия остальных 5 лицензий стекал 1 апреля и был продлен. На фабрике «Третьего калийного» подходит к завершению ремонт сушильного барабана, на котором проведена замена внутренней обечаки и лопаток. Сейчас происходит установка и обварка лопастей. По плану оборудования предстоит запустить в работу 3 апреля. После ремонта барабан сможет работать под большой нагрузкой без перерасхода газа. В котельном цехе второго рода управления завершился монтаж парового котла. Новый аппарат производства «Бийского котельного завода» отвечает всем необходимым требованиям и по своим характеристикам полностью соответствует предшественнику, что значительно упрощает его ввод в общую систему цеха. Отметим, на установку мощного агрегата размером с двухэтажный дом ушло 2,5 месяца. В апреле в культурно-досуговом центре компании состоится смотр-конкурс художественной самодеятельности. На сценическую площадку выйдут калищики, самодеятельные музыканты, певцы и танцоры. Хотите оказаться в их числе? Подавайте заявки в правком и подразделении до 12 апреля. Сам конкурс состоится 19 апреля в 17.30 в культурно-досуговом центре компании. На этой неделе начались испытания для школьников, которые имеют шанс на дальнейшее вузовское обучение за счет средств компании «Уралкали». Напомню, предприятие ежегодно отправляет лучших выпускников школы нашего города в Пермский научно-исследовательский политехнический университет, чтобы ребята получили специальность, востребованную на калийном производстве. Все подробности в нашем материале. Работать самостоятельно предстоит будущим выпускникам школ. Более 20 молодых людей сегодня собрались в зале культурно-досугового центра «Уралкали», чтобы принять участие в Олимпиаде по физике. За 4 часа им предстоит решить 5 заданий, которые по сложности сопоставимы с задачами единого госэкзамена. ЕГЭ-физики состоит из трех частей АБЦ. Ну, Ц-часть считается наиболее сложной. Это задачи, которые проверяются вручную. Вот, надо написать подробные решения. Ну, вот Олимпиада, она сделана примерно по уровню так же, как Ц-часть. Олимпиады по физике и математике – первый этап процедуры отбора на целевое обучение от «Уралкалия». В этом году компания направляет выпускников на получение высшего образования по специальностям. Макшидлерское дело, подземная разработка рудных месторождений, горной машины и оборудование. Электропривод и автоматика технологических процессов горно-нефтяного производства. Ранее все претенденты могли познакомиться с профессиями, так сказать, лично. Для молодых людей были организованы встречи. Там подростки узнали все подробности о профессиях, к примеру, химико-технолога или мастера горного дела, что называется, из первых уст. По этим специальностям «Уралкалия» в партнерстве с Пермским национально-исследовательским политехническим университетом реализуют программу целевого обучения. После окончания УЗА таким студентам гарантировано трудоустройство на «Уралкалии». Плюсов целевого обучения довольно много. Основной плюс, я считаю, это даже не повышенная стипендия, не какое-то привилегированное положение в институте и так далее. В первую очередь, это возможность проходить практику на том месте, где ты в дальнейшем будешь работать. Специалисты-целевики, я считаю, они превосходят специалистов, которые просто пришли после института работать на предприятии. Тем не менее, повышенная стипендия – это всегда приятно. Претендовать на нее могут не только студенты вузов, обучающихся по целевому набору, но и студенты Березняковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов. Ведь компания «Уралкалии» давно сотрудничает не только с высшими, но и с средними учебными заведениями края. На их базе сегодня идет подготовка будущих колейщиков. В Соликамске давним партнером компании является горно-хим. В эту среду лучшим десяти студентам этого учебного учреждения были вручены именные свидетельства на стипендии от «Уралкалия». Ну, это волнительно достаточно. Как-то вроде не так же глобально, но все-таки волнение присутствует. И, конечно, приятно очень, что оценивают все-таки, что попал. Номинировали и отвергли на стипендию на это. То есть приятно очень. Ну, вернемся в стены КДЦ, где идет Олимпиада по физике. Будущий выпускник второй гимназии Владислав Катаев смог ответить на вопросы четырех задач из пяти. По мнению молодого человека, вопросы очень сложные. Помогла консультация, которую за день до Олимпиады педагоги ПНИПУ провели с подростками. Теперь Владиславу, чтобы стать студентом по программе профильного обучения «Уралкалия», необходимо успешно сдать ЕГЭ. Дальше будет ЕГЭ, к которому я буду сейчас упорно готовиться. У меня сейчас надежный опор. Меня во многом проконсультировали. Я стал во многом более уверен. И я знаю, над чем мне еще стоит работать. Поэтому я думаю, что у меня все будет хорошо. Отметим, профильные Олимпиады прошли сразу в двух городах – Сликамске и Березняках. Всего в них приняло участие более ста будущих выпускников. ВОЛИМПИА 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 Лучшие знатоки математики и физики при условии удачной сдачи ЕГЭ будут учиться за счет средств Уралкали в Пермском национально-исследовательском политехническом университете. Получать дополнительную стипендию и проходить производственную практику непосредственно на предприятии. А главное, они будут знать, что после окончания вуза их ждет рабочее место в компании Уралкалий. На этом все. Это была программа Проходка. Меня зовут Алексей Устинов. Увидимся, как обычно, ровно через неделю.